МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире новости вас приветствую я, Екатерина Булучевская. И вот главная тема выпуска. Власть, которая слышит. Областное правительство готово выделить деньги. Губернатор рассказал о планах по преображению города и оценил, как идет благоустройство скверов. Подробности рабочей поездки Александра Буркова по советскому округу. После звонка гимн. Учебная неделя в школах теперь начинается с разговора о важном. Каким темам посвящена новая дисциплина? И они живут ради других. Стали известны имена победителей премии «Народный герой». Кто получил специальный приз от 12-го канала? Как продвигается благоустройство парка «Зеленый остров» лично оценил губернатор. Александр Бурков продолжает серию рабочих поездок по городским округам. На этот раз глава региона побывал в Советском. Здесь активно преображают не только зоны отдыха, но и дворы. Губернатору показали умную систему, которая сама может следить за всем, что происходит вблизи многоэтажек. Обсудили и планы по строительству самой длинной в Евразии набережной. Любовь Федорова с подробностями. Живописная набережная вдоль Иртыша, парк аттракционов и функциональные спортивные площадки для детей и взрослых. Таким мечтают видеть парк «Зеленый остров» о мечи. Первые шаги к мечте уже сделаны. Построена зона развлечений, велосипедные и пешеходные дорожки. Губернатор предлагает выбрать следующий этап благоустройства. Областное правительство готово выделить деньги на проектирование. Надо понять, с чего мы начинаем. Что является сегодня ключевым для жителей города. Решено сосредоточиться на строительстве набережной, которая свяжет «Зеленый остров» и «Советский парк». Параллельно провести реконструкцию эстрады и лестницы. На повестке и другие социальные проекты. Строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег» на 1100 мест. Уже буквально в 2024 году школа должна быть построена. Это подтверждено лимитами. Далее задача, которую нужно прорабатывать по социальной инфраструктуре в микрорайоне «Заморудный берег». Это и по саду, и по больнице. Школы и садики в шаговой доступности – это прежде всего требования безопасности. Сделать надежными и дворы в омских микрорайонах призван проект «Безопасный двор». Александр Бурков проверил систему в действии. Для эксперимента выбраны дворы по улице Пригородная. Чтобы подключиться, нужно установить приложение на ноутбук или смартфон. Доступ для мячей бесплатный. Мы можем с экрана смартфона, планшета, компьютера или телевизора смотреть на собственный двор, видеть автомобиль, видеть своего ребенка, видеть свою маму пожилую, сидящую на лавочке. Проект пилотный, но уже в этом году к нему присоединятся 670 омских многоэтажек. Примерно столько же метров составляет покрытие новой беговой дорожки, укладку которой уже сегодня заканчивают на территории стадиона «Сибирский нефтяник». Это лишь часть большого ремонта. Будущие чемпионы с нетерпением ждут и открытие катка с искусственным льдом. Я думаю, что с график 21 декабря мы его откроем и будем рады всех видеть у нас на занятиях. Губернатор идею Алексея Половникова о строительстве и благоустройстве футбольных стадионов поддерживает. Нынешних уличных площадок уже недостаточно, отмечает и директор Центра развития детского и юношеского спорта «Пионер». Реконструировав их, мы сможем привлечь еще большее количество детей и взрослых, дать им возможность вести здоровый образ жизни. И в дальнейшем, я думаю, что мы создадим эти программы по восстановлению именно этих стадионов во всех районах города. Подобный мини-стадион обустраивают сейчас на территории 95-й школы в Лукьяновке. В комплексе хоккейная коробка с резиновым покрытием и оборудование для занятий баскетболом и волейболом. Ученики занимаются даже кикбоксингом, делятся с главой региона спортивными достижениями и просят автограф. Выбрал мужественный спорт, поэтому держи и не подведи своих ребят в команде. Кроме спортивных объектов, при школе построили тротуар, игровую зону и обустроили внутренний школьный двор. В ближайшем будущем преобразятся и другие районы советского округа, такие как Ермак. Сейчас уже в настоящее время по программе ФКГ сойдет ремонт, уже практически завершился ремонт придомовой территории на круговой 8А, рядом на энтузиастов 67Б. И еще мы ставим ряд детских площадок там. А эта площадь у Дворца культуры Звездный – один из центров притяжения в советском округе. Сердце радуется, говорит Елена Скребец, что проектировщики не забыли о старшем поколении. Освещение, места отдыха, ровные тротуары. Прогулки стали не только приятными, но и безопасными. Сделаны дорожки, сейчас уже стоят скамеечки, посажены свежие деревья, оставлены старые деревья, мы их видим. Очень красивые, думаем, что на следующий год еще будут у нас тут сидеть цветочки. Строители провели серьезную работу по укреплению стен, ремонт внутриквартального проезда, заменили покрытие на центральной площади и пешеходных дорожках сквера, обустроили парковочные места. Было решено поддержать вот эту идею Звездного тем, что как раз вот в сквере будут установлены теперь уже основательные, я думаю, на века планеты Солнечной системы, вдоль которых жители будут прогуливаться. Жители города встречали губернатора на всех точках объезда. Они рассказали, что следят за качеством работы подрядчиков, потому что им не безразлично будущее города, в котором будут жить не только они, но и их дети. Вот это самое ключевое. Включенность каждого мяча в жизнь города. И в решении тех задач, которые мы сегодня сообща решаем областным правительством и администрацией города Омска. Из обращений жителей губернатор взял под личный контроль несколько важных социальных вопросов. Это строительство новых детских садов в Советском округе, реконструкция внутренних помещений Дворца культуры Звездный и строительство спортивных площадок. Любовь Федорова, Павел Манжос, Анастасия Вишова и Сергей Пайхалов, 12 канал. Ну а уже в эту среду глава региона Александр Бурков ответит на вопросы жителей области. 7 сентября на 12 канале состоится программа «Диалог с губернатором». Оставить свой вопрос можно прямо сейчас на нашем официальном сайте. Для этого нужно кликнуть на баннер «Диалог с губернатором» и заполнить форму. В бланке необходимо указать фамилию, имя и отчество, а также свой почтовый адрес и контактный телефон. Кроме того, при необходимости можно прикрепить фотографии и видео. Все обращения будут переданы в аппарат губернатора Омска области. Также можно задавать свои вопросы и во время прямого эфира по телефону колл-центра. Начало трансляции 7 сентября в 20 часов. Услышать ответы главы региона мечи смогут в эфире радио Монте-Карло Омск. Сегодня школьники всей страны начинают учебный день с поднятия флага, исполнения гимна и разговора о важном. Новый проект реализуется в России с этого года. Так, в Омской школе номер 15 подготовили танец с триколором и провели интерактивные игры. Для каждого класса с 1 по 11 разработаны методические рекомендации. Темой первого урока стал День знаний. Ученикам начальных классов рассказывают об истории праздника, показывают мультфильмы и проводят викторины. Ну а ребята постарше размышляют о том, что такое успех и как реализовать свою мечту. Все занятия сопровождают яркие презентации и плакаты. Беседовать о важном ученики будут каждый понедельник. Основные темы – патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение и нравственность. У нас подготовлено аттрактивное задание, на котором были изображены открытия. И необходимо было соединить фамилию и имя отчества ученого, который сделал это открытие, и само открытие. Дети, увидев первое радио, были удивлены и задали вопрос – это гаджет? Ну, на самом деле, возможно, для людей постарше когда-то это и был гаджет. Но для нас сейчас это просто, можно сказать, что раритет. Добавлю, что проводятся разговоры о важном в разной форме, и это все зависит от возраста детей. Это может быть дискуссия или общение с экспертом, просмотр, обсуждение фильма или игра. Подробнее о нововведениях программы воспитания в школах смотрите в следующих выпусках «Час новостей» на 12-м канале. В Омском медуниверситете ввели обязательный масочный режим, об этом ВУЗ сообщил в своем официальном паблике. Другие высшие учебные заведения об аналогичной мере пока не заявляли. Напомню, на последнем заседании регионального оперштаба не было принято обязательных ограничений, прозвучала лишь рекомендация по ношению масок сотрудниками сфер, которые взаимодействуют с большим количеством людей. Такую меру, к примеру, ввели в одно из торговых сетей. Связано это с ростом числа заболевших. С конца августа в регионе фиксируется более 300 новых случаев заражения коронавирусом каждые сутки. Аналогичная ситуация по всей стране. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России сейчас не критическая и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне нет. У мемориального комплекса Парка Победы прошла патриотическая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В ней приняли участие сотрудники спецподразделений, военные, ветераны боевых действий, юнормейцы и общественники. В начале церемонии собравшиеся возложили венок и цветы к мемориалу воинам о мечам, жертвам локальных конфликтов и горячих точек. Почтили минуты молчания и память погибших в результате терактов. После всежелающие в часовне Георгия Победоносца, Александра Невского и Дмитрия Донского могли зажечь свечи и вспомнить всех тех, кто лишился жизни из-за страшных событий Афганистана и Северного Кавказа, взрывов гражданских объектов и жилых домов в нашей стране, а также в результате действий украинских националистов, формирование которых сейчас ликвидируют на Донбассе. Непростительно было бы с нашей стороны, если бы мы не уничтожали вот этих террористов, делали все возможное, чтобы искоренить вот это зло, которое идет от неонацистов, которое идет от фашистов и от этих нелюдей, которых мы сегодня, к сожалению, еще видим на нашей планете. При всей важности защитить все население от этой угрозы, но прежде всего мы делаем акцент на защиту наших детей. Мы видим, что ряд совещаний, которые проводились в том числе в рамках подготовки к учебному году, к новому учебному году, этой совместной штабы, оперативного штаба и террористической комиссии при губернаторе, другие мероприятия, там первым вопросом стоит вопрос, это комплексная безопасность, вопрос к терроризмам. День солидарности в борьбе с терроризмом проводится в России ежегодно 3 сентября. История возникновения этой памятной даты связана с трагическими событиями в Беслане, когда в 2004 году вооруженные боевики захватили городскую школу. Тогда погибло больше 300 человек, половина из которых дети. Из Омска в Уфу за 2000 рублей. С этого дня авиакомпания «Азимут» запускает рейсы по маршруту Минеральные воды Омск с транзитной остановкой в столице Башкортостана. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю, по средам и пятницам. Билет без багажа до Уфы можно купить за 2380 рублей, в Минеральные воды почти за 4000. С багажом полет обойдется как минимум на 1000 дороже. В обновленном расписании Омского аэропорта указано, что рейсы будут выполняться до конца октября этого года. В Омске названы имена народных героев. В премии получили врачи, волонтеры, спортсмены, предприниматели, люди искусства. Всего 11 человек. За них проголосовало больше всего мячей. Собственную номинацию учредил и 12-й канал. Мы выбрали 12 претендентов, о которых рассказывали в нашем эфире. Больше всего голосов набрал директор нового парка аттракционов на Зеленом острове. Народным телегероем стал Хусайн Закреев. Всего на конкурс поступило свыше 250 заявок. Из них в финал вышло 55 человек. Как отметил Александр Бурков, эти люди делают Омск лучше, но их самоотверженный труд порой остается незамеченным. Конкурс фестиваля рассказывает об омичах, героях, которыми стоит гордиться. Второй матч сезона против минских зубров. Сегодня «Авангард» сразится не только против «Динамо» и столицы Беларуси, но еще и против своего бывшего капитана Алексея Мелина, а также экс-форварда «Омских крыльев» Дмитрия Соколова, который, к слову, уже забросил свою первую шайбу за новую команду. «Динамовцы», как и мячи, провели один матч и смогли в серии буллитов вырвать в победу у Бориса. Ну а «Авангард» пока находится в поиске первого успеха под руководством Дмитрия Ребыкина. Удастся ли взять нашей команде два очка, сегодня зрители 12-го канала узнают из прямой трансляции. Она начнется за 10 минут до игры в 22.10 по омскому времени. Не пропустите. И сегодня же стартует сезон для «Омских ястребов». Бронзовые призеры прошлого чемпионата МХЛ сыграют в хоккейной академии «Авангард» с остальными лисами из Магнитогорска. Начало этой встречи запланировано на 19 часов. Посмотреть матч можно будет на ютуб-канале Молодежной лиги. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях – ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Сегодня 5 сентября в Омске пасмурно. Возможен дождь днем до плюс 17. В районах Облачно днем плюс 16. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости. Далее смотрите местные жители с Ольгой Чернышевой. Я с вами прощаюсь до 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова